Друзья мои, есть очень много способов распикировки томатов, пикирования томатов. Я вам покажу сегодня самый обычный метод, как я бы его называла бабушкин метод, потому что так пикировали томаты моя бабушка, моя мама, и так же пикируют. Мы обрываем корешочки и укладываем, если томатик не очень длинный, то просто присаживаем, присыпаем, а если он очень длинный, то просто его нужно завернуть в колечко. Вы сейчас все увидите в моем видео. Оставайтесь со мной. Здравствуйте, дорогие садоводы-любители! Вы находитесь на канале УПРОВАНСАЛОЧКИ. Меня зовут Алла, я живу в ПРОВАНС, и отсюда название моего канала ПРОВАНСАЛОЧКА. Друзья, сегодня я буду распикировать свои томаты. И я, как всегда, в этом году я не хотела вообще высаживать много томатов, хотела только несколько желтых, оранжевых и черных высадить. Но получилось, как всегда, то есть, есть рассада. Вот это вот рассада, это томаты, которые зовут лучшие на рынке, то есть Мильеор де Марше. Это их сеял брат моего мужа. Видите, сколько их в одном стаканчике. Вот я у него взяла их и себе рассажу, сейчас распикирую. И вот здесь это бычье сердце, обычное такое бычье сердце с сердечком. Не такое, как груша, которая с сердечком. Ну, вот здесь их 4 помидорчика и пятый совсем маленький. Вот, а вот в этом как бы баркетике у меня посеянные томаты желтые, оранжевые, барео черные, барео желтые, бычье сердце оранжевое, по-моему. Короче, все томаты, которые не красные, потому что красные томаты, бычье сердце двух видов, потом такие вот в виде перца, паприки большие и ананасы я буду покупать уже в готовую рассаду. В питомнике она будет привитая, вот. Поэтому давайте я вам сейчас покажу, как я это делаю. Сегодня я буду делать это все самым обычным методом, как это делали в свое время мои родители. То есть я буду сейчас брать томат, буду подрывать ему немножечко корень и пересаживать в большой горшочек. Как это я буду делать, сейчас вы посмотрите. У меня около 32-33 томатиков всего лишь, поэтому посмотрите, я подготовила землю. Горшочки у меня засыпаны на две трети, и еще земля утрамбуется, потому что она достаточно сухая. Это земля для распикировки, для перевалки растений и так далее. Обычная земля. Вот, не самая дорогая, но не самая дешевая. И вот посмотрите, видите, все у меня вот в таких как бы, это в кессах, в ящичках пластмассовых, которые я храню каждый год. И потом, когда мои томаты начнут вытягиваться вверх, я буду подсыпать землю. Вот, поэтому я специально их не наполняла полностью. Что я сделаю еще? У меня вот здесь вот в ведре замочена кокосовая стружка. Я так приблизительно где-то по столовой ложечке буду добавлять вот так вот в каждый горшочек. Летают самолеты сегодня, послушайте, ничего не слышно. То есть понемножку так добавлю в каждый горшочек. Это не совсем не обязательно, но раз у меня кокос есть, то почему бы и не добавить, скажем так. Как раз вот серединочку я подкладываю туда, куда у нас пойдет корешок. Так, значит подготовительная работа прошла с успехом. Сейчас начнем заниматься самими томатами. Во Франции земля на весь золото, а земля у нас вся покупная, поэтому я не буду выбрасывать вот этот весь как бы все, что у меня с корешками осталось. Я буду их докладывать, буду докладывать прямо так, как же я так стою, чтобы вам было хорошо видно. Вот смотрите, значит я сюда подсыпала немножечко как бы нашего кокосового субстрата. Сейчас вот так вот чуть-чуть еще корешков туда насыплю. Будут нам одновременно удобрения. И так как вот эти вот томатики очень-очень-очень большие, они нам такие не нужны. Мои родители всегда делали, они, видите, они такие достаточно жесткие. Но, тем не менее, я его буду укладывать. Посмотрите как. Я его буду укладывать. То есть на одну треть, это сто процентов, я его сокращаю по длине, потому что мне он такой длинный не нужен. Мне надо, чтобы он толстел, а не тянулся вверх. Так, мне надо, наверное, сюда принести землю, мне земли будет не хватать. Чтобы я чуть-чуть, мне же надо как бы его аккуратненько приминаем, чтобы его не сломать там. Но томат это такое дело, что он может нарасти сам массу. Смотрите. То есть вот у меня получился помидорчик. Но он не совсем в середине, потому что, видите, я вот эту дугу сделала. И они, вот этот вот, допустим, он более покладистый, да, я его смогу согнуть, наверное, побольше. А которые вот уже большие, они крепкие такие, послушайте. Поэтому он у меня получается не совсем на середине, но это не важно. И через недельку вот он начнет сануться вверх, этот помидор. И я досыплю земли один раз. Сейчас мы планируем высаживать томаты где-то 1 мая там. Вот как только у нас пройдут эти сенцы дегляса, последние заморозки. Есть там какой-то церковный у них католический праздник. Я буду высаживать. Поэтому, может быть, я только один раз подсыплю землю, а может быть, даже и два. И вот они у меня сейчас, когда укреплятся, вот через пару дней я их начну подкармливать золой и настойкой из шкорлупы яиц. Значит, один посадили. Сейчас я пойду принесу землю, мне нужно земельку немножко. Смотрите, для того, чтобы я начала разбирать вот эти вот томатик, видите-ка, сколько их. Я их немножечко смачу водой. Я вроде бы как их поливала все вчера, но вижу, что они немножко суховаты. И все, я сейчас их полностью, посмотрите, вынимаю из горшочка. Там уже, наверное, корни переплелись. Посмотрите на это. Видите? Все корешки переплелись. Это, конечно, не очень хорошо. Их нужно было, естественно, разбирать намного раньше. Но не было у меня такой возможности. Поэтому я сделаю это сегодня. Просто берем и разрываем их. Корни разрываем. Смотрите. Вот. Кто занимается томатами, тот знает, что томаты очень живучие. И, в принципе, смотрите, здесь даже три, здесь даже три томатика. Они достаточно живучие. Ну, конечно же, они уже переростки. Они переростки. Я надеюсь, что они у меня хорошо примутся. Потому что все-таки я им сейчас делаю дискомфорт как бы. Видите? Смотрите, сколько корней остается вот просто. То есть они уже поотваливались. Все эти корешки. То, что я могу спасти из корешочков. Обычно, вы знаете, как делала моя мама. Они брали вот так вот с папой. Смотрите, видите? Здесь висят корни. И вот эти вот корни, мы их так вот, смотрите, видите? Вот отщипываем. Это делается для того, чтобы наша корневая система пошла вширь. Вот. Там, где я разрываю, и они уже, видите, уже будут сами по себе. Уже корешки как бы подрываются. Они в ширину разрываются. А вот здесь, видите, остается такая длина. Я эту вот длину буду подщипывать. Я не думаю, мы посмотрим с вами вместе. Я не думаю, что их очень сильно как бы напряжет эти томаты. Ну, может быть, завтра постоят еще со спущенными головами. А через два дня все это придет в норму. И они очень-очень быстро начнут наращивать свою корневую систему. Вот. И вот эти вот листики, вот видите, вот, их кто как делает, я их вот так прищипываю. Потому что, ну, они абсолютно не нужны. Они только берут. То есть я их не буду обрывать полностью к ножке. Я их только вот так вот буду отщипывать. Вот. И вот таким вот замечательным образом я разбираю все абсолютно томатики. Видите? Видите, сколько корней он остается вообще как бы неудел. Ну, вообще вот эта вот земля с этими корешками, она считается как бы тоже плодородной. И я ее не буду выбрасывать. Я ее буду подлаживать в горшочки. Видите, здесь вот пришлось прям очень сильно, очень сильно вот мы их разрываем. Смотрите, как они прям переплелись бедненькие. Ну, еще, конечно, недельку уже, наверное, можно было бы распрощаться с этими томатами. Вернее, высаживали бы уже прям кучи. Ну, вот таким образом вот корешочки я все подрываю. То есть вот это вот все, вот что болтается, да? Зачем они нам вот эти вот длинные, которые, вот видите, вот длинные. Я их подорву, подровняла ее все. Вот здесь вот, например, видите, тоже нет смысла. Зачем? Ну, вот они длинные, эти пока будут там укореняться, уже вот эти корешки, которые короткие, они уже начнут наращивать массу как бы вот так вот в ширину. В таком мешке, это покупная земля. На обратной стороне у нее написано, что с ней можно делать. И вот здесь вот написано, что можно пикировать томаты. То есть она не очень жирная, не очень, как сказать, бедная. То, что надо. На самом деле, я думала раньше, что это все ерунда. Нет, девочки, это не ерунда для каждого периода. Вот, допустим, если вы посеете в очень жирную, удобренную землю семена, они не взойдут. Они просто там, ну, заберут, наверное. Вот. Поэтому продолжаем. Берем второй томатик. И то же самое. Ну, давайте возьмем вот этот тоненький. Я обрываю вот эти семидольные листочки. И постараюсь уложить его так, чтобы у него как бы ножка получилась. В серединке. Послушайте. У некоторых томаты перерастают. Вот, ну, у кого маленькая, как бы, возможность. Нет в таких больших горшочках, да? Пересаживать, пикировать томаты. Они у них стоят в маленьких там, допустим, пластмассовых стаканчиков. И рассада стоит на окне и очень-очень вытягивается. Кто-то говорит, что это плохо. Кто-то говорит, что томат, он и ножка томата, она не должна быть, как бы, жесткой. То есть она должна быть покладистой, мягонькой, чтобы ее можно было уложить. Вот. Кто-то говорит, что надо, чтобы томат стоял. У меня вот эти томаты, которые сейчас уже будут наращивать свою корневую систему, они будут достаточно жесткие, такие толстые станут, крепкие. Но, тем не менее, я вот видела, иногда у моих родителей эта вот рассада, да, она перерастала. То есть вот на окне, да, там, пока на дачу его везешь в мае месяце, она там вытянется уже на метр. Вот прям родители ее вот так прям змейкой укладывали в эту, в яму. Поэтому томат это такая уникальная культура. Мне кажется, с ним можно делать, экспериментировать, как хочешь. Я в прошлом году вообще его делала в бутылках. Мы собирали, с мужем бутылки мы собирали. Вот, и я, значит, делала там фитили, и, значит, во вторую часть бутылки заливалась как бы вода, и потом я туда же и питание добавляла в эту воду, и томатик питался через фитилек. Они мне что-то в том году как-то плохо взошли или совсем там не взошли. Я там в панике подсаживала, пересаживала семена. Потому что я, конечно, такие как бычье сердце, вот эти распространенные томаты, даже там, допустим, как они называются, нуары-ду-креми, ну это как бы черные крымские, они у нас продаются уже привитыми, это не проблема. А вот томаты, именно которые желтые, здесь, кроме ананаса, очень трудно что-то найти, и они достаточно дорогие, очень-очень даже, скажем так, дорогие. Круглый год на рынке, поэтому я предпочитаю высадить свои. Я в этом году не посадила ни одного томата черри, потому что в том году их было столько, что они все пропали, никто их не собирал. Собирать томаты черри достаточно сложно. И мне кажется, что их там нападало столько, там, где они сидели, что у меня будет своя живая рассада по весне. И я себе выкопаю там хороший росточек и отсажу, и будут у меня томаты черри. Мы здесь томаты черри едим в основном только на аперитив. И вот зимой я их покупаю, потому что большие томаты здесь невкусные, а эти вкусные всегда. Вот поэтому... И вот таким вот образом я распикирую все-все-все свои томатики. Поэтому, естественно, что я не буду вам сейчас снимать весь процесс. Вот уже рассказала то, что знала. И сейчас просто буду продолжать. И встретимся, когда я... Ага, и сейчас вот давайте все-таки... Я сейчас вот эту первую партию куда-то засажу, я вынесу на улицу. И пойду, и полью их там аккуратненько. И потом, когда все стечет, лишняя водичка когда стечет, тогда я их занесу обратно сюда в теплицу. И посмотрю, может быть, нужно будет сразу подсыпать чуть-чуть земли. Может быть, земля, вы знаете как, она достаточно сухая. Она может просто тут же-тут же утрабоваться. Послушайте, я думала, у меня их шесть, а у меня их тут восемь этих томатов. Ну, короче, у меня в этом году все томаты будут без имен. Будет все у меня высаживаться. Те томаты, которые мы купим, прибитые, они пойдут у меня там в два первых ряда. А вот эти, что вот у меня в этом году, все перемешанные пойдут. Кому где повезет присесть. Вот. Поэтому послушайте, как быстро летит время. Мне кажется, я только-только в том году засаживала эти томаты. И уже вот вам, пожалуйста, уже опять новая весна. Вот, смотрите. Вот. Первая партия готова. Пойду на улицу я их поливать. Сейчас. И здесь потом продолжу пикировать все остальные помидорчики подобным же. Смотрите. Эти помидорчики я уже пролила их хорошенько на улице. И вот где, мне кажется, что они как бы высоковатые, не очень так себя устойчиво и так уверенно ведут. Так, что ж я тут делаю, вам ничего не видно. Вот. Я чуть-чуть добавила земельки. И вот они, когда хорошо пролиты, помидорчики, их очень легко, видите, подправить и поставить на серединку. Совсем немножечко, чтобы им легче было устоять, скажем так. Ну, вот вы посмотрите завтра. Мы придем, посмотрим вместе в теплицу, как они тут переночуют. Потому что в прошлом году один из родственников отдал очень много, ну, вот так вот насеял помидоры прям пачками, да, в какие-то ящики. А потом просто вот так вот их выдернул без земли, в газету завернул в мокрую и отдал. Короче, и привез, и привезла эти помидоры его сестра и сказал, ой, они какие-то там больные, страшные, короче. А мы только начали высаживать свои шикардючие помидоры. И мы сказали, что не надо. И тут смотрим, что его брат ничего не посадил и помидоров нету. Мы говорим, а где помидоры? Вот кто меня смотрит давно, тот помнит этот случай. Они говорят, я их выбросила на мусорку. Мы пошли на мусорку забрать эти помидоры в газете. Они там пролежали уже, эти помидоры, ну, неделю в этой газете. Вот такого приблизительно они были размера. Вот только еще более голый корень. Послушайте, я их вот так свернула в трубочки и оставила только вот одни вот эти верхушечки над землей. Весь остальной, они уже такие, ну, уже виловатые были, выложила, хорошенько полили. У нас, они как пошли, у нас были такие помидоры. Мы не знали, куда урожай девать. Поэтому помидор можно укладывать как хочешь. Он очень устойчивый, он очень живучий. Вот, единственное, что не нужно их заливать. Вот я сегодня их хорошо пролила, но я доставала как бы из вот этой вот подставочки, и чтобы вода вся вышла через дырочки. Видите? Вот. И теперь уже все. Я их уже два-три дня, но здесь степнится, будет жарко, я уже их поливать не буду. Поэтому, если все делать, как говорится, в меру, то с помидорами, мне кажется, с рассадой помидоров, может справиться любой новичок. Вот там кто-то мне говорил сегодня, ой, сегодня кто-то мне говорил, что не знает, как пикировать томаты, но я говорю, что это совсем-совсем-совсем легко. Вот, теперь смотрите. Я хочу вам показать еще один помидор. Видите, он такой тонкий весь, такой как бы хлипкий, да? Поэтому я удаляю вот эти листочки, все эти семидольные убираем, потому что будем все равно засыпать мы эти, как бы, землей поднимать. Ну, зачем? Чтобы они перегнивали там, в земле. Вот. Поэтому, смотрите, видите, он такой тоненький. Я его вообще вон складываю, прям, смотрите, вон как, смотрите, видите? Восьмерочкой вон там скрутила. Укладываем просто спиралькой. Я вижу, что он такой тоненький, хиленький. Ему будет очень трудно стоять на своей ножичке. Поэтому я его вот так вот присыпаю хорошенько земелькой. Вот с этой стороны, чтобы он не падал. Сейчас мы тоже его как бы подопрем. А не может быть сегодня головой наклонится. Все-таки уже вы видели, насколько я убрала корень. Вот. Вот оставляем одну шапочку. Это, это бычье сердце. Они почему-то вот потоньше тех. И через неделю мы свои помидоры не узнаем. Они будут шикарными, они будут просто шикарными. Вот. Муж вчера говорил, что давай я уже от этого уберу отсюда отопление. У нас здесь обычный обогреватель стоит. Электрический. Я говорю, нет, нет, подожди. Потому что мало ли какие-то заморозки или что. Чтобы совсем там не было. Ого. Какой-то в земле какой-то тут паук ползет. Надо мне его придавить. Нам никакие тут пауки не надо. Вот они-то нам и вредят нашим растениям. Ну я ж ему. Ну ты посмотри какой. Все эти паучки, жучки, конечно, нежелательно в земле. Потому что они могут навредить растению. Ну я сегодня вот премьеру делала. Видите, уже у нас аленки появились. Уже начинают выедать бутоны от цветочков. Но это уж никуда не годится. Придется в любом случае мне обрабатывать растения от вредителей. Вот видите, смотрите, как я его посадила глубоко. Вот буквально через неделю я дату помечу, когда я их распекировала. Мы посмотрим, что с ними произойдет. Потому что через пару дней я их подкормлю золой. Потом я их подкормлю этими яйцами настойкой из яичной шкурлупы. И поеду куплю свежие дрожжи. Тоже разведу их в воде. И подкормлю еще дрожжами. Вообще там эффект называется вау. Вот. Остался еще один помидорчик. Вот. Кто это все знает, друзья мои, не ругайтесь, что видео опять длинное. Или что вы просто перекрутите. Или если вы все знаете, то пожалуйста. Я знаю, что многие из дев... У меня есть молодые подписчики. Они никогда не высаживали томаты. Они не знают, что такое распекировка. Вот, допустим, его брат. Он старался садить тоже по одному семечку вот в такие горшочки. И он их не будет распекировать. И это тоже метод. Другое дело, что они у него уже перерастают. И до того момента, когда их нужно будет высаживать в землю, они у него будут очень-очень большие. Они будут у него хорошие помидоры. Но это как бы усложняет. Понимаете? Когда томат длинный, его нужно раньше подвязывать. Он же стоять сам не будет. И еще, если их надо еще подвязывать, хотя я уже тоже иногда подставляю вот эти прутики им прямо в горшочках. Лучше, конечно, чтобы он был, ну, нормального роста, чтобы крепенький был, чтобы не надо было его подвязывать уже в горшках. Потому что, ну, и так с этими томатами потом будем там возиться. Все. Смотрите, видите, очередные у меня. Всем этот я засуну вот сюда сейчас кокосовый. Все. Сейчас я их пойду опять поливать на улицу. Смотрите, какая красота. И сейчас уже займусь своими желтыми и красными. Так, это была рассада брата Мариса. Красавица, правда же? А сейчас мы будем рассаживать вот эти мои помидорки. Это я сама сеяла. Ох, красота, красота. А теперь мы будем распикировать томаты, которые вот эти мои томатики, которые совсем небольшие. Здесь все намного проще. Посмотрите, я вот так вот достаю вилочкой. Вот эти корешки вот болтаются, да? То корешочки я немножко, конечно, уберу, но вот смотрите. Вот видите, там буквально вон там пару корешочков отщипнуло. И здесь, друзья, я семидонные вот в таких маленьких помидорчиках. Ой, комочек у меня раз этого разбурился, уронила. И я не буду пока трогать. Пускай он подрастет вверх, этот помидорчик. Пускай он мне пустит еще листочки. И тогда я удалю у него семидонные эти листочки. А так он еще пока очень маленький. Здесь, конечно, все намного проще, но все намного проще. Потому что здесь я вот так вот вилочкой просто беру, видите, достаю. И все. И больше тут и делать нечего. Когда они маленькие, понимаете, их очень легко пикировать. Там у них... Я вот у меня... Здесь не взошли у меня мои цукини. Ой, а земля какая теплая в этих кокосовых горшочках. Стояли в цеплице целый день, я не выносила. И я вот так, смотрите. То же самое. Даже если в горшочке, видите, сколько там всего лишь земли? Томатик вырастет, и я даст ей приземельку, чтобы он на своей ножке, потом на выросшей, на вытянувшейся, дал тоже корни. Не знаю, тут поместится, не поместится. Которые побольше я буду высаживать в остальные горшочки. Там уже буду, может быть, где-то листочки убирать. А вот эти вот маленькие вот такие помидорчики, да? Вот которые тут совсем тонюсенькие. Я не знаю, я посмотрю, буду ли я их все пересаживать. Не знаю, что... Видите, например, вот здесь вот у меня остался один малюсенький. Вот здесь вот первый, да, вот первый слева. А у него вообще еще даже второй листочек не вылез, поэтому я его оставлю вот так. Не буду трогать, пускай растет. И все, смотрите, вот такая как перевалочка. Трамбуем хорошенько. Здесь ему есть куда корешку расти. Единственное, девочки, я не знаю, вот эти вот кокосовые горшочки, мы же вместе с ними будем сажать в землю, получается. Если честно, они у меня стоят уже много лет. И я никогда еще толком в них не высаживала. У меня вон еще, наверное, штук шесть осталось их. Не знаю, даже не могу ничего вам сказать сама. Мне кажется, что нужно прямо в этом горшочке их и это... И высаживать. Ну вот еще один посадим сюда. И я вам покажу еще... Вот видите, я отщипываю немножко корешок. И утрамбовываю кокосовый горшочек. Оставляю место в высоту. И потом через недельку. Потому что недели для томатов, это вы знаете, это очень большой срок. Они же очень-очень быстро растут. Вот сейчас я вам покажу, девочки. Вот я вот здесь вот, я смотрю, у меня такой есть один томат. Он даже у меня упавший. Он такой переросточек. Сейчас я покажу вам его. Он такой, он такой высокий на тоненькой ножке. Смотрите, видите? Я уже намусерила кругом. Видите, какой он тонкий и хлипкий. Поэтому, смотрите, я семидольные листочки обрываю. Отщипываю не возле стволика, а чуть подальше. И вот эту вот саму ножку я сейчас так... Мне надо, чтобы вам было там видно, друзья мои. Я сейчас, смотрите, видите, возьму ее и вот так вот, смотрите, оп! Прямо так петелечкой, смотрите, уложу. То есть у меня практически вся эта длинная нога ушла в землю, и оно все это начнет давать корешки. И сам томатик еще пойдет расти вверх. Вот, это очень-очень такая, мне кажется, это вообще вот у кого родители сажали с огорода. Девчонки, это, конечно же, для молодых девочек я показываю. Потому что подписчики моего возраста, вы все знаете эту методику. Практически все выращивают эти томаты. Мне кажется, сейчас вообще очень трудно найти человека, у которого нет дачи или там деревни, или домика за городом. Поэтому методик много, у каждого своя, и мне кажется, у абсолютно всех растут помидоры. Ну вот, единственное, что я вам говорю, я делюсь всем и показываю для тех, кто вообще не знает, что такое пепервые томаты. Хотя сейчас есть новая система, повторюсь, что люди не пепируют томаты. Вот, например, наш брат, и у нас будут помидоры сидеть рядом, и мы сможем с вами все это сравнить. Вот, поэтому сейчас я продолжу без вас, и мы уже посмотрим потом уже конечный результат. Я выношу за эти, как бы, горшочки на улицу, я их здесь плеваю, водичка стекает. Вот в этом плане очень удобно вот эти вот коробочки, ящички, потому что вода вся протекает насквозь, и потом вот я их заношу обратно, и в теплице нету, как говорится, той грязи. Вот и все, томаты распекированы, рассажены, пролиты водичкой, все установлено в тепличку, сейчас мы за ними будем наблюдать, как только они начнут идти в рост, я их сразу подкормлю, и потом начну подсыпать немножко земельку. Поэтому, если вам понравился этот способ распекировки, пожалуйста, пользуйтесь им. С вами была Провансалочка, поставьте лайк, подпишитесь на канал, до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!